События, которым завершилось спасительное дело Господа Иисуса Христа на земле, вспоминали в эти дни и в Клинцовской епархии. В День Святой Троицы праздничную божественную литургию и вечерню в Богоявленском кафедральном соборе совершил епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. Храмы повсюду в этот день встречали прихожан в благолепном виде. По давней традиции они украшены ветвями берез, цветами, свежескошенной травой. Все это как отголоски рая, напоминания о жизни вечной. Они — образ весны духовной и обновления нашей жизни. С тех пор, как Господь послал на Своих учеников Духа Святого, Тайна Пятидесятницы пребывает в Церкви, давая людям возможность ощущать дыхание Духа Божия, слышать на родном языке евангельскую весть, воспринимать ее в тех понятиях, в которых она им доступна. С праздника Троицы в церковном календаре начинается отчет нового богослужебного круга. Недели теперь считаются не от Пасхи, а по Пятидесятнице. Впервые со времени Страстной Седмицы читаются молитвы, стоя на коленях. Они о том, чтобы Дух Святой, животворящий, снизошел на людей и возродил их. День сошествия Святаго Духа в Пятидесятницу — это день основания Церкви Христовой на земле. Она сначала была числена в несколько десятков учеников, но она возрастала день от дня, набирала силу. И вот уже сотни тысяч и миллионы людей были приобщены к делу спасения. Бог Дух Святой пребывает с нами и будет пребывать до скончания века, до второго пришествия Христова. Он созидает нашу Церковь, оживотворяет, и никакая сила вражия не может ее побороть. Кто Бог пели, как и Бог наш, Бог творяющий писать. С нами Бог, разумейте, язык, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый пребывают со всеми нами. Следующий за Пятидесятницей понедельник епископ Владимир возглавил Божественную Литургию в Петропавловском кафедральном соборе Клинцов. В этот день совершался праздник в честь Святого Духа. Он был установлен Церковью в противодействии учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим. По замбонной молитве с пастырским получением к молящимся обратился секретарь Клинцовского ипорхиального управления, протоиерей Василий Вуликов. Батюшка отметил, что День Святого Духа – праздник, посвященный Третьей Ипостасии Живоначальной Троицы, к которому вновь после пасхального перерыва мы обращаемся с молитвой Царю Небесный. Ну, вообще-то, Град Святой Троицы, он превосходит человеческие разумения. Не потому, что что-то от нас скрывается, а потому, что все-таки человеческий разум ограничен. И мы не можем постигнуть все величия Небесного Бога. И самое удивительное, дорогие братья и сестры, то, что Господь не сходит к нашей молитве и приходит, и исцеляет, и спасает. Я не перестану повторять, что мы с вами православные люди, счастливые люди, потому что у нас на небе есть любящий Отец, ведь Господь и есть любящий Отец наш. Поэтому, дорогие братья и сестры, всегда в молитве обращайтесь к Богу. Господь знает, что и когда нам подать, но мы должны сделать первый шаг Господу.